С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в программе. Началась подготовка к выборам в избиркомах муниципалитетов. В каких муниципальных образованиях есть депутатские вакансии и когда у кандидатов начнется период выдвижения. В Ненинском краеведческом музее состоялось открытие выставки, посвященной развитию законодательной власти региона. Собранию депутатов Ненинского округа 25 лет. Преемственность поколений за активное долголетие. Под таким девизом в окружной столице пройдет региональная спартакиада среди ветеранов и пенсионеров. Заместитель губернатора округа, руководитель регионального департамента цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненинского округа Иван Болтенков покидает свою должность. Об этом стало известно сегодня в ходе очередного заседания администрации округа. Напомним, Иван Болтенков был назначен вице-губернатором Ненинского округа в мае прошлого года. Тогда на него были возложены полномочия по организации работы в сфере внешних международных связей, взаимодействию со стратегическими инвесторами, с федеральными органами исполнительной власти, полпредством президента России в ССФО, а также органами исполнительной власти субъектов. С момента назначения Болтенков курировал деятельность представительств Ненинского округа в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. В текущем году Иван Болтенков стал совмещать пост вице-губернатора с должностью руководителя Департамента цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненинского округа. Зона его ответственности пополнилась полномочиями в сфере развития цифровизации и связи в регионе. Об уходе Болтенкова с должности сообщил губернатор Ненинского округа Александр Цибульский. Хотел поблагодарить Ивана Александровича за совместный труд. Спасибо. Мы желаем вам удачи на новом месте. Субъект нам близкий. Поэтому надеемся, что мы в вашем лице будем иметь надежного товарища, который на любых других позициях будет помнить о том, что Ненинский автономный округ нуждается в поддержке наших инициатив, в продвижении их на всех. Спасибо, Иван Александрович. Здравствуйте. Местная работа. Муниципальные избиркомы готовятся к выборам. Сессии по назначению выборов должны пройти в муниципалитетах с 9 по 19 июня включительно. После опубликования решения сельские избиркомы приступают к работе, а у кандидатов начинается период выдвижения. Первые сессии по назначению дополнительных выборов прошли в Вандикском и Тиманском сельсоветах. В обоих поселках предстоит избрать по два депутата. Депутатские вакансии есть также в Омском, Пешском и Амдерминском муниципальных образованиях. Еще в двух поселениях в сентябре состоятся основные выборы. На островном поселке Бугрино избиратели выберут нового главу и сформируют новый состав депутатов сельсовета. В Хаседохарском сельсовете предстоит избрать главу муниципального образования. В четверг, 13 июня, сессии по назначению основных выборов депутатов пройдут в Заполярном районе и городе Нарьянмаре. Опубликование данных решений планируется в субботу, 15 июня, в газете Нарьяна Виндер. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Всего в муниципальных образованиях будет замещено 49 мандатов. 67 миллионов рублей из федерального бюджета не было освоено регионом в 2018 году. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету доложила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Как отметила главный финансист округа, наибольшая сумма чуть более 46 миллионов рублей не освоена департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненинского округа. Здесь у нас межбюджетный трансфер на создание мест для детей от 2 месяцев до 3 лет, если сам внесен. Говорят, 36,3 миллиона не освоено по причине того, что не состоялись торги. Не состоялись торги, но укладывался участник торгов от заключения госконтракта. Мы там, в принципе, проблемы действительно понесли. Значит, 9,8 миллионов не освоено межбюджетный трансфер на ФАПы. Здесь тоже субсидия доведена ошибочно. Мы были негативы к вам, насколько я понимаю. Субсидия на создание на городскую среду не освоена 100 тысяч, это экономия по торговым. Департаментом здравоохранения, труда и соцзащиты населения Ненинского округа не освоено чуть более 14,5 миллионов. В том числе 11 миллионов рублей в качестве субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Департаментом природных ресурсов и АПК не освоено порядка 3,5 миллионов рублей. 2 миллиона рублей – департаментом образования, культуры и спорта. В общей сложности округ вернул федеральную казну 67 миллионов рублей. Такое положение дел вызвало бурную дискуссию среди окружных парламентариев, которые, в свою очередь, призвали руководительные профильных департаментов усилить работу в этом направлении с тем, чтобы такие суммы не оставались неосвоенными впредь. Напомню, по итогам прошлого года не было освоено 67 миллионов рублей. В период летней навигации Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненинского округа снизил процентную ставку микрозайма «Бизнес-оборот» до 7,75%. До этого ставка была 9%. Добавлю, что заем по программе «Бизнес-оборот» является одним из востребованных видов микрозаймов. Его денежные средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, в том числе для приобретения сырья и полуфабрикатов для производства, пополнение материально-производственных запасов, запасных частей и материалов для ремонта техники, оборудования и транспортных средств, используемых в производственном процессе. В преддверии навигации, понимая, что большая часть товара, груза завозится к нам округ именно водным путем, мы решили сделать подарок для наших предпринимателей, снизив процентную ставку по программе «Бизнес-оборот» с 9% до уровня ключевой ставки Банка России. На сегодняшний день ключевая ставка составляет 7,75% годовых. Всех предпринимателей и юридических лиц мы приглашаем воспользоваться предложением, обратившись к нам за микрозаймом в фонд поддержки предпринимательства. Как отметила директор фонда Ольга Сухих, пониженная ставка будет действовать до 15 августа текущего года. За подробной консультацией можно обратиться по адресу улица Нинницкая, дом 3, или позвонив по телефону 2-14-46. В регионе утвердили порядок предоставления гранта в социально ориентированном НКО, осуществляющем деятельность в сфере культуры и искусства. Таким образом, в Нинницком округе приступили к практической реализации поручения президента Российской Федерации о поэтапном направлении некоммерческим организациям до 10% средств региональных программ для участия НКО в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет бюджета. Максимальный размер гранта составит 1 миллион рублей. Гранты будут предоставляться ежегодно на конкурсной основе и по приоритетным направлениям. В их числе такие, как народное творчество, народные художественные промыслы и ремесла, событийные мероприятия, мероприятия в области театрального, музыкального и хореографического искусства, а также на реализацию проектов в области сохранения нематериального культурного наследия. В текущий год у нас объявлен годом театра. Мы планируем о том, что данный конкурс у нас также пройдет под этой эгидой. Если касаемо порядка, то порядок предоставления грантов у нас проходит конкурс. Конкурс проходит в два этапа. По итогам конкурса заключаются соглашения с грантополучателями. И, соответственно, все меры ответственности за нецелевое, за целевое использование мы прописываем, каким образом, и целевые показатели уже будут закрепляться в соглашении. По словам вице-губернатора, участие социально ориентированных НКО в реализации государственных программ в области культуры и искусства через гранты послужит развитию и повышению активности окружных НКО. Принятие порядка не потребует дополнительных средств из бюджета округа. Предоставление грантов будет реализовано за счет перераспределения ассигнований профильного департамента. Людьми доверенная власть. Сегодня состоялось открытие выставки, посвященной развитию законодательной власти региона. Торжественное открытие приурочено к 25-летию собрания депутатов Ненинского округа. На выставке представлены исторические документы, фотографии созывов, личные вещи окружных парламентариев. Сегодняшняя выставка – это хороший, серьезный опыт отдвинуться назад, посмотреть, что было сделано за все эти годы с 1929 года по настоящее время. Потому что вся наша история, она вырастает с самого начала, а не фрагментарно. Я хочу пожелать всем нам на этом сложном поприще успеха и результативной работы. И я полагаю, порукой будут тому те выставки, в том числе те практические дела, которые мы проводим сегодня. Добавлю, Александр Лутовинов также пообещал пополнять фонды музея экспонатами, связанными с историей развития органа законодательной власти. Кролики, альбиносы, насуха, еноты и даже верблюд. Познакомиться с этими экзотическими для Крайнего Севера животными нарьенмарцам и гостям города предлагают в контактном зоопарке. Причем абсолютно бесплатно. С местными обитателями можно не только сфотографироваться, но и взять в руки, а при желании еще и покормить. Впрочем, главное – не перекормить, шутят сотрудники зоопарка. Накануне там побывал депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. В прошлом году российский политик подарил некоммерческой организации «Фортуна» двух кроликов, которые уже принесли потомство. Обо всем подробнее в следующем материале. Это мама была, да? Папа вот этот. Вот это папа у нас. Ну, папа здоровый. Да, да, да. Их называют белыми великанами, но для посетителей они просто кролики-альбиносы. Ярко-красные глаза – отличительная черта данной породы, которую вывели в Европе в конце 19 века. В Нареймар животных привезли год назад. Потомство ждали недолго. Сегодня здесь уже 17 альбиносов. Гордость контактного зоопарка. Зоопарк всегда ездит с нами. Всегда ездит с нами на любые выставки, на любые детские мероприятия. И люди их берут на руки. Каждый просит, а вы не подарите кролика? Несмотря на скромные размеры, в контактном зоопарке есть на что, точнее, на кого посмотреть. Вот, например, енот. А это обыкновенная ворона. Здесь она оказалась не случайно. Неизвестные повредили крылья. После выздоровления птица попросту не захотела покидать свою клетку. У этого лебедя довольно интересная судьба. Его подбили местные охотники, добивать не стали, ранили крыло. И специалисты говорят, что летать он больше никогда не будет. Сюда, в зоопарк, его привезли местные школьники. И сейчас он здесь, в одной клетке, живет вот с этой гусыней. И сотрудники зоопарка говорят, что лебедь идет уверенно на поправку. И чувствует себя здесь довольно комфортно. По соседству еще один экзотический обитатель – Насуха. Ее особенностью являются очень мощные, длинные и изогнутые клыки. Впрочем, несмотря на это, животное вполне доброе и спокойно подпускает себе людей. Да, ну, мы хороши. Ну, мы сладенькие. Ешь, ешь, ешь. Кусечечка, да? Ой, вкусненько. Все кушает. Любит все. Она приехала с Устьянского района. Там хозяйство распалось, лошадей разобрали, а верблюд оказался не в дел. И рыбак-колхозсоюз нам дал на дорогу денег, и мы его привезли сюда. Разгуливающий по территории конно-спортинного клуба «Фортуна» верблюд уже давно никого не удивляет. Живет в одном вольере вместе с лошадьми. Владелица контактного зоопарка шутит. Обитатели практически не ссорятся. Но порой бывает. Плюнуть может коня. Людей не плюет. Коня плюнуть может от злости. Наплыв посетителей колоссальный. В день сюда приезжает до 70 человек. Это не только дети, но часто и взрослые. Не секрет. Животные – отличное лекарство от многих недугов. Какие чувства вообще, когда держишься? Какая-то радость, нежность, ответственность. Потому что они очень маленькие и хрупкие. И вот страх, как будто они могут выпрыгнуть и что-то сломать. Как мягкие пушистые. Это и культура, и воспитание, и хорошее настроение, и положительные эмоции, и сближение человека с природой. Люди будут более добрее, более внимательно. Это и познавательно. Это действительно не просто, как на картинке, не в телевизоре, и даже не за решеткой. А это возможность самому соприкоснуться с животным миром, покормить, испытать особые эмоции от этого общения. Сам зоопарк на базе конно-спортивного клуба появился случайно, признается Ирина Саварина. Люди просто приносили животных. В какой-то момент их стало так много, что сотрудники решили, почему бы не попробовать сейчас в планах некоммерческой организации привезти на крайний север и других экзотических обитателей. Хотелось бы, конечно, видеть для детей необычных животных. Например, у нас знакомые в Питере держат страуса. Мы узнавали, что страусы здесь приживаются и жили здесь в холодную погоду. В дальнейшем плане у нас находится на территории конюшни сзади, по плану есть территория, которую мы в этом году облагородим, поставим забор, поставим детские качели, детскую площадку, чтобы родители могли прийти сюда, не только покормить животных, отдохнуть, посидеть, покататься, соответственно, чтобы была нормальная площадка. Познакомиться с жителями контактного зоопарка можно ежедневно с 13 до 17 часов. Вход свободный, главное взять с собой угощение. У обитателей хороший аппетит. Олег Катанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. 12 июня на площади Маратсей пройдет праздничное гуляние, приуроченное ко Дню России. Жители и гости города ждет обширная развлекательная программа и праздничный концерт. В 11.00 пройдет акция «Надень народный, надень России». Этнокультурный центр предлагает жителям города выйти на улицу в народных костюмах традиционных. Кроме того, акция пройдет параллельно в соцсетях, где каждый пользователь может выложить селфи в костюме с хэштегом «Надень народный». В это же время, в 11.00, начинают свою работу праздничные площадки, ярмарка торговая и аттракционы. Но в 12.00 вас ждет концерт «Славься Россия». Добавлю, День России – это один из самых молодых государственных праздников в стране. Он ежегодно отмечается с 1992 года. Старшее поколение готовится к ежегодной региональной спартакиаде среди ветеранов и пенсионеров. В этом году она приурочена ко Дню России 90-летию Неницкого округа и пройдет под общим девизом «Преемственность поколений за активное долголетие». Торжественное открытие спортивного праздника для людей старшего возраста пройдет на стадионе «Дюдс Лидер» 12 июня в среду. Спортивные состязания спартакиады начнутся днем позже, 13 июня в четверг. Открытие региональной спартакиады начнется в 10 часов утра на стадионе «Дюдс Лидер». По словам организаторов, гостей и участников праздника ждет общее построение, откроют спартакиаду поднятием флага, а далее все желающие пробегут круг здоровья в поддержку здорового образа жизни. На следующий день также в 10 часов утра начнутся состязания. Как поясняют организаторы, заявки на участие в спартакиаде подаются в день ее проведения до начала состязаний. Участников спартакиады ждут в «Дюдс Лидер» и во дворце «Спорта Норд». Они покажут свои силы в шести видах спорта – стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, плавании, шахматах, настольном теннисе, легкой атлетике, эстафете. Участники региональной спартакиады, которые покажут лучшие результаты, смогут войти в сборную команду Ненинского округа для участия в шестой спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет с 23 по 27 августа в Уфе. 13 команд заявились на участие в турслете «Дорогами отцов героев». Это сборные учебных заведений, предприятий и учреждений, сельских и муниципальных образований, общественных организаций и объединений, индивидуальных предпринимателей, а также дворовые команды. Напомню, турслет «Дорогами отцов героев» состоится 15 и 16 июня и будет приурочен к празднованию 90-летия Ненинского округа. Старт слету дадут возле обелиска победы 15 июня в 8 часов утра. К основному месту проведения соревнований участники со всем необходимым снаряжением доберутся пешком. В двухдневной программе соревнований – преодоление полос препятствий, волейбол, перетягивание каната и конкурсы самодеятельности. Обязательные условия для участников – постоянное пребывание всех членов команд на месте прохождения слета во время его проведения. При отбытии члена команды на ночевку в населенный пункт судейская коллегия вправе наложить на команду меры дисциплинарного взыскания в виде штрафных баллов или дисквалификации команды. Организатор турслета – региональная общественная организация «Клуб активного отдыха «Белый лис», ставшая победителем конкурса на предоставление грантов для социально ориентированных НКО от Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА